Вилештелвилд, блондмиска или ехали мы, ехали че, прядь, Ирина Диденко, блондмиска, графика, да, не дано мне быть мастером по обслуживанию, а жопа рабыж, суточные сработающего станка, рубль, в каждом селе, цех, в каждом цеху по 6-7 станков, случаются дни, когда суточные превышают полста, обычно снимается сороковник, в цехах я и курьер, и наладчик, я же и пайщик, в голое сельское межсезонье цеховая работа не больно чтоб сиротливая, пока зима, главный дефицит, Вольфрамовая нить, оно и понятно, нерасторопная обленерга гонит нервные токи по разнокалиберным проводам, круша все законы ома и гражданина товарища Киргофа со всеми вытекающими в незлобливо сельское, погнали по трубам лебедей, эх, сука в ботах, по проводам и впрямь гнали дерьмо, а кульки, чтобы не случалось, требуется прочно спаивать, в том и штука, ларик и тот ласково приговаривает, ниточка с ниточкой свяжутся, бабки в кармане окажутся, и здесь Кицимон прав, он достает полиэтиленовую пленку и вольфрамовую нить, Организует и контролирует сбыт, от кацапитовки до бома, все происходит обыденно и просто, в нашем деле не требуются окна роста, способствует бизнесу еще один существенный фактор, молодежи в селах зимой девать себя некуда, да я какой молодежи, когда всякий, кто метит в посадские свад женихи у ворот столичного града, можно здесь говорить, в селах, кто не глухой, да не кривой, да не горбатенький, да без бельма на глазу, Все в Киев потянулись еще с весны, кому в селе зимовать, а то и, правда, что некому, разве что немногие по природной на то нужде в селах домовничают, им бы и надомничать, да и те чудят как умеют, Примером, на прошлой неделе над автобусной остановкой в одном полесском сельце азартная ребятня заплела траурный креп с плюмажами, все как положено, был объявлен трехдневный траур в связи с закрытием сельского клуба, знать бы им, что с 1986 г. апреля, 26 числа будут объявляться трауры по всем этим полесским селам, а сами эти села навсегда отойдут в зону отчуждения, но все это когда еще будет, а тут всполошилось и полыхнуло идеологическим гневом строгое районное начальство. Из самого Дымера прислали следователя-милиционера Айзы Губца, молоденького лейтенанта от безопасности. Вся эта троистая комиссия, возглавляемая единственным на шесть сел местным милиционером, эдаким советским шерифом, Курила Казбек и Приму, матюгалась и составляла следственный протокол. Все три последующих дня, в которые переполошенные селяне опаивали всю эту музыку, черный креп сбудки и остановки не снимали, дабы всем демонстрировать наглядно вещественные доказательства, чтобы затем их востребовать и кому следует показать Кузкину мать. А может быть, еще на живца пытались ловить, да только кого. Последние из предполагаемых возмутителей общественного спокойствия еще загодя смотали удочки выгупец. Но и перед тем начудили, правда, неясно кто, но о местной цыганской свадьбе. Для ромов выдача замуж девчонок дело святое. Одна замуж, другая подружка, непременно в дрожке. И вот как раз одну такую дружку и соблазнил местный хахаль. Дело не шуточное. Рома такого позора этому парню простить не могли, и потому, вычислив его, погнали по битому шляху прямо за свадебное село Штакитинами заборными добивать. И добили бы, не сумей спрятаться, провинившийся в крайнем населе нужники, вроде мог бы даже и полуусохшим, но с прогнившими половицами, под которые он с духом аху влетел. И точно определил, что сей нужник не усох и мог бы даже послужить рекламным видом своим, нет, простите, полузгнившим очком рекламным щитом для местного ассенизаторского кооператива Канализасьон Де Старые Петушки. Или чтобы было вполне всем понятно Канализасьон Сральн ТВН, из которого огородами он выгреб только через сутки, но тут же, был пойман бдительными ромами и имя же наказан на полное 12-литровое циберководки, деньги не пахнут. За сельский душ до услуги шаловливой молодки пришлось однако тому парню проставиться, чтобы перед родней и общими знакомыми не ославиться. Затем явился и сельский пенсионер в почти клоунских шузах и потребовал либо штраф и кутузку с двухнедельной отсидкой, либо пять буриковых вождей. Как вы уже догадались, это, конечно же, был наш Дмитрий Дорфман. Хотя, ой и нелюдимые наши столичные села конца 70-х, но иногда и в них встречаются молодые мамаши. Из тех, кто с парких до жарких, многотрудных химических производств, от тоскили, отблажили бабьи и выматываются на три ночи в город Сочи и становятся матерями и одноночками. Есть среди них и воистину страдалицы за любовь, случаются и вполне горем битые, но большинством своим это и ушлые, и сноровые, и скорые одним своим передком весь мир окрестный зажать, и зажимают благости мира, где в подол, где в кулак, где в кукиши смешные да горемычные. А все потому, кому как случается, кому в хате, кому насиновали, кому в милицейском бобике, кому на станине производственного станка любой конструкции и модификации, а кому и вовсе на столе в кабинете начальника. Такие женщины идут к нашим станкам. Незамысловатость этого труда неожиданно поражает, но со временем порождает целую гамму чувств. И первейшие из чувств – жабье. Если в нашей стране так просто сорвать миллион, то почему срывает его только один кицимон? И не может ли быть все иначе? Кто они? Все эти наши подпольные миллионеры. Почему по полгода не нужны никому все эти безропотные труженики, армии теневых цеховых артелей? И что будет, если все эти армии соединить воедино, скоординировать и направить против плановой социалистической экономики? По меньшей мере, это будет хорошо спланированный контрреволюционный экономический мятеж, о котором уже сегодня знают и которые уже сегодня предчувствуют все, или прорыв в век грядущий, не о капиталистический. А вдруг все мы вырастим в легальные кооперативы? Мы же взорвем экономику, и у нас будет партия. И под знамена этой великой макала-какала пойдут легко миллионы, и мы станем диктовать права всему нашему миру. А что там, собственно, надо? Что нужно Ларику Кицимону, если откровенно, ему нужны деньги? Сегодня – больше, чем вчера, завтра – больше, чем сегодня. У него есть размах, потенция. Ему только стесняют натиск. И казалось бы, чем, непреложной нашей человеческой истиной, человек человеку друг? Или, а вдруг тот еще как? Послушайте, ну зачем Кицимону, друзья, если жену ему через последнюю преисподнюю, через отсутствие нижнего белья должны были провести мы? А ведь чаще всего Ларик довольствуется сельскими одноночками с их извечными борщами да пирогами, да вон оказала, добрыми и потными в кухонном пылу, безотчетными в своей вере в доброту, Ну, пусть и прерванной на добре во имя добра, вере исконной, а стало быть, вечной. Работают, правда, на Ларика и парни бендюжного вида. Есть для них профессия у него. Эти парни – цеховые раскроющики. У них свой фарт. Им бы и станки налаживать без меня. Но вольфрамовая нить от Ларика досталась единственной мне. И здесь я свою вотчинную заимку знаю. Поэтому и снимаю против них втрое, но и они не менее шестисот. Но бетюги воли своей покорны. Единым мы с ними миром мазаны. А у этого мира свои горькие правила. Это не та амирта, которую только выдумывают еще за нас и для нас. Нет, не кровная месть, а бескровный полушепот Ларика. Ша, мальчики, ша. Порой уже, когда Ларик, страдающий язвой, особо сердит, он в раздражении негромким голосом вскрикивает. Будешь шалить, извещу дядю Жору. В больный угол поставит. Будешь долго стоять. Чем это грозит, знают не понаслышке многие. Самое глухое сельское время – три часа пополудни. В цех наведывается дядя Жора и просится к одной из работниц в дом. С постоем слаживает вежливо, тихо, честно. Когда три рубля посулит, когда и пятерку вынет. Хоть дело тут не в деньгах. Работница ему в руки ключ, а сама к станку прикипает. До вечера работает в холодном поту. А дядя Жора уже до виновного с разговором. По плечу похлопывает, до себя приглашает. Тот в ту пору не прикословит. Вот так и завлекает к себе дядя Жора виновного, а там по выбору. То ли порка ремнем сыромятным и ошипованным, то ли несказанное рукоприкладство, порой до увечья. То пальцы так повернет, что назад не воротится, то еще чего учудит. В цехах среди людей физически ущербных, зачастую, не сразу бросается в глаза еще один новый калека, и порою навечно. На беседах с дядей Жорой виновному вталкивался в рот кляп, а по отъезду оказии хозяйки полагалось самой провинившегося отхаживать. Когда же случались крики, и брань да нельзя какая, то дядя Жора бил люто одними кувалдами кулаков, и хоть насмерть никого не забил, но вот ребра крушил не раз. Лепо ли в это верить? Ведь дядя Жора не вгонял иголки под ногти и не брал под локотки. Просто так само собой получалось, калечил. В такую топору случайно наезжал в такое селоуский специалист, скажем, раскроющик целлофана, за место заболевшего вдруг дядьки ольхлопца, и старательно краил сотню за сотней целлофановые пакеты, и делу аж никак не страдало. Но столь же незаметно, недельки так через две, в лучшем случае, пришлый садился на какой-нибудь повидавший видо заезженный драндулет, и отбывал во своей оси. Вторично на себя беды накликать редко кто смел. И так велось несколько лет, и за дня в день, случались и проверки, и ревизии, с оказиями и без. Кто уже припомнит теперь зубровку или малиновку, или спотыкач с шампанским под поросенка с хрончиком, а проверяющие, все те же люди. Все это они еле пили в специально отведенных голубых комнатах колхозных и совхозных столовых. Проверьте, эти комнаты и сейчас есть, но только кто его знает, что по нынешним временам там только дают. Ну а даже, если не бог весть что, то у всякого времени свое понятие изобилия, свои соблазны и свои извинительные причины, чтобы все это принять, потребить, и тогда будь что будет на что-то да закрыть глаза. А во времена-то застоя, поверьте, все это было. Продолжение следует...